Друзья, всем привет! Сегодня мы тестируем вот эти вот дикие моторы от Amax, которые выдают 2,5 тяги на 6s, но на 6s мы их пока и гонять не будем. Посмотрим, что будет на 4s, на 5s, на 6s, ну пока аккумуляторов нет, но попозже, может быть, и найдем их. Будем смотреть на них, посмотрим, как они жарят. Но, прежде всего, давайте поговорим об одной интересной штуке. Погнали! Я хотел поговорить о новой раме от Spinner Production. Это новый Top Gun. Я себе заказал еще 2 больших Top Gun, но я просто влюбился в эту раму. Еще один маленький Top Gun я заказал тестовый. Это 4 дюйма новинка в магазине. Просто хотел посмотреть на него, что это такое. У меня коллега давно его ждал, выпрашивал 4 дюйма версию. Вот она. Есть кое-какие изменения. Во-первых, он исключительно 20 на 20 крепления. То есть, крепления все исключительно 20 на 20. 30 на 30 большую электронику сюда не поставить. Высота также уменьшилась на 5 мм. Теперь у нас стоечки, по-моему, по 20. Здесь у нас были, по-моему, по 25. И то есть, ну, та рама была значительно выше. Хотя это, на самом деле, регулируется высотой стоек на раз-два. Кроме того, как видно, здесь пропали вот эти заушины, которые были использованы для крепления микрокамеры. Здесь теперь вы используете исключительно вот такие вот проставочки, напечатанные на 3D принтере. Они, по-моему, идут в комплекте, но мне почему-то не положили. Они становятся вот так и здесь крепят маленькую микрокурсовую. Либо с этой стороны, либо назад. Вот так заворачиваете, и у вас микрокурсовая сзади. По жесткости она абсолютно не уступает старшей версии, потому что здесь точно так же 3,5 мм, насколько я вижу, нижняя пластина. Да, нижняя пластина 3,5 мм. И лучи точно так же на 4 мм, поэтому вы ничуть не теряете в жесткости. Лучи на этих рамах теперь стали взаимозаменяемыми. У этих лучей используется абсолютно такое же крепление, как у на 5-дюймовых лучей. Поэтому вы можете использовать 5-дюймовую серединку с 4-дюймовыми лучами. Либо 4-дюймовую серединку на 20х20 с 5-дюймовыми лучами. Вы можете их комбинировать так, как вам нравится, и использовать это в такой связке, как нравится. Потому что в последнее время, например, если вы используете 20х20 компоненты, вам нет смысла возить тяжелый низ, который чуть-чуть больше. По весу рамка весит 53 грамма, в то время как старшая версия весит 66. С усиленным низом, с немножко измененной конструкцией нижней пластины и так далее. С 5-дюймовыми лучами эта версия весит приблизительно на 60 грамм, чуть меньше, 58-59. И дает приличную жесткость под компоненты чисто 20х20. Теперь давайте на 5-дюймовую рамку, которую я приготовил как раз под эти моторы АМАКС, мы их установим. Установим целиком всю электронику, посмотрим, как оно будет выглядеть. Пипец какой-то. Наконец-наконец-то забрался этот чувачало в кучу. Сколько времени я убил? Здесь я поставил регулятор РЕФ-35. Хорошо себе зарекомендовали регуляторы. Но в этот раз случилась небольшая проблемка. Они просто не стартовали. Втыкаешь аккумулятор и тишина. Я потратил приблизительно 2,5 часа, чтобы локализовать проблему. Это все-таки был действительно регулятор. Это был вот этот вот конденсатор. Он его пробило. И на самом деле такое может случиться на электронике любого уровня. Хоть это самое дешевое, хоть это самое дорогое. С помощью хитрых манипуляций получилось локализовать проблему. Это конденсатор на 10 микрофарад. Я его заменил на такой же. И теперь, слава богу, все стартует. Вот можно проверить. На самом деле довольно прикольно выглядит. Золотой оттенок моторов неплохо сочетается со стойками серебристыми. Но на самом деле можно было бы и попробовать найти золотистого цвета стойки. Я еще полетный контроллер запитал отдельно от внешнего бека маленького, который там в серединке в синей термоусадке. Поэтому у нас никаких проблем не должно быть. Кроме того, здесь стоит достаточно крупный конденсатор сзади. Попробуем все-таки газануть. Сначала на 4С, если хорошо пойдет. После этого я хочу попробовать 5С поставить сюда. И газануть как следует хотя бы разочек другое. Посмотрим, как она идет. Но мне кажется, даже 4С будет достаточно. Попробуем. Сейчас пока на 800 мАч в аккумулятор. То есть маленький, небольшой. Попробуем. Ну просто пролетим, разочек кружочек дадим. Попробуем. Попробуем. Крутяк. Действительно мягонько очень работает. Сейчас ничего не трогал. Это все сток. Я даже, по-моему, рейты оставил. То есть стандартный. Надо чуть-чуть приподнять. Он как-то очень плавно рулится. Но это не по моему, не в моем стиле. Сейчас я попробую поставить чуть покрупнее аккумулятор на 1500. Рванем, пожалуй. Давайте хотя бы разочек нормально газаним. Рванем, пожалуй. Рванем, пожалуй. Ну, замечательно. Засадил я его туда на дерево. Как-то неожиданно для себя. Сейчас будем спускать. Подергав стиками в разные стороны. Он все-таки упал. Но он упал прям очень больно, скажем так. Давайте-ка посмотрим, чем это все закончилось. Я очень надеюсь, что рама не разбилась. Потому что на следующей неделе у меня соревнования на ней. Все четко, все хорошо. Продолжаем летать. Очень круто прут моторчики. Знаете, у них еще такой звук приличный. То есть они действительно рвут. Немножко надо настроить. Потому что кое-где есть осцилляции. Ну, на 5С они должны просто выдавать больше. Поскольку они с 2 до 6С. Они это спокойно выдержат. И будут давать просто быстрее и выше скорость. Это будет интересно посмотреть. Но это мы сделаем чуть позже. В следующий раз. Если понравилось этот ролик, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Если смотреть другие видео, заглядывайте в описании. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok